господин закая вот вы много лет боретесь с этим режимом и как никто другой знаете почерк путина и его этого режима скажите мне пожалуйста то что произошло в крокусе можно ли сравнивать с 99 годом подрывал домов или норд-оста или бесланом только лишь как как почерк серийного убийцы как в криминологии криминалисты сравнивают почерк и определяет кто серийный убийца или маньяк убийца и почерки определяет только также можно определить это почерк путина безусловно это почерк вот этой системы которой выстроилась бытность путина на политическом олимпе как как вы вот относитесь к версии да и это спецслужба разведка сша говорит что это все игил насколько вы верите в то и знаете что что это игил и насколько причастны фсб кремль и путин вот этой стрельбе и убийством в крокусе я особо разницу не вижу между игил и фсб на самом деле игил является одной из террористических ячеек фсб и поэтому они могли использовать игил как операцию как для прикрытия своей собственной операции которые они провели у себя в столице но абсолютно очевидно что те несчастные люди которые показывают как исполнить или что это далеко не про абсолютно не вооруженным глаз поэтому фсб и игил нет она создавалась именно чекистами именно в тот период когда россия вмешалась в сирийский конфликт и тогда и возник игил да господин закаев хотел бы вам показать видео буквально за несколько часов до нашего разговора а глава фсб бортникова решила сказать что все таки есть след это украина давайте послушаем бандиты намеревались уйти за границу именно на территорию украины по нашей предварительно оперативной информации их там ждали так что вот резин сказал что окно даже было вот как готовили до окошка но сейчас эта информация дорабатывается естественно не хочу быть голословным во всем чтобы говорить какую-то непроверенную либо эмоциональную информацию на не основываться нужно говорить о фактах вот будем руководствоваться фактами дальнейшей своей работе сейчас очень много делается для того чтобы в процессе дальнейшей оперативно-розыскной деятельности выявить всех участников этой бойни как здесь на территории страны так и естественно за рубежом что собственно и делается и все наши оперативные подразделения активным образом это работой занимается в том числе с партнерскими спецслужбами дружеской государства можно предположить что цель заказчиков была и расчет заказчиков был в том чтобы живыми они нам вроде не попались ну вы знаете тут вопрос такой очень специфический раз они извините делали ноги значит они все-таки намеревались уйти уйти и я уж открою небольшой секрет на той стороне их хотели встретить как героев вот эта фраза она на данном на таскать на данный момент останется насчет такой какой я об этом сказал посмотрим к чему приведет значит высказывание негодяев которые сейчас находится последствия ахмир лидович как вы считаете а они уже по ходу дорисовывают крокусу украинский след или это все они раньше спланировали и как вы вообще оцениваете то что вот бортников говорит что вот в украине их ждали вот смотрите игорь первый мой комментарий который я сделал я сказал что этот теракт увязан будет связывать с украиной он для этого и был совершен абсолютно без сняких сомнений поэтому и гил там не гил кто бы на себя не брал ответственность основная версия кремля и кстати и путин как глава террористического государства и сегодня уже бортников который отвечает за все эти террористические ячейки во всем мире они уже озвучили свою позицию увязывая этот террористический акт украины но я хочу просто припомнить нашим зрителям и самое знаете примечательное в том что говорит бортников вот это одна фраза что их хотели встречать как героя а я хочу напомнить нашим слушателям именно террористов которые суд признал террористами приговорил к высшей мере наказания то есть 25 лет они были осуждены на 25 лет а в катаре это считается высшая мера наказания путин тогда используя свои рычаги и возможности в организации объединенных наций это апеллирует разным конфессиям исламская страна катар и вот они христиане православные и их попросили через организации объединенных наций перевести свою страну с тем чтобы они этот срок отсиживали у себя на родине православной россии а на самом деле произошло как только их страпа встречали красной дорожкой и встречал их лично путин и награждал их звездами герои россии вот это то чем живет россия и естественно по другому воспринятие мира у этой системы быть не может они исходят из своих из своего опыта из тех моментов которые на котором они выросли чем они живут вот и все и поэтому как бы бортников не старался увязывать эту ситуацию с украины один раз когда был совершен теракт девяносто пятом году когда вы сказали это подготовлено да тогда теракт был подготовлен для чеченцев чтобы увязать ситуацию с этими терактами напрямую обвинить чеченцев и поэтому буквально через час после того как произошли взрывы обнаружили чеченский след хотя в последующем ни одного фигуранта по уголовному делу по по взрывам домов москве волгодонске буйнакске не было ни одного чеченца но обнаружили чеченский след развязали войну и уничтожили 300 с лишним тысячи гражданского населения и вот точно так же сегодня спустя несколько часов путин обнаружил украинский след заявил о том что это из украины все было подготовлено и что они будут доставать и ликвидировать всех кто был привязан это к чему эти заявления естественно нужно понимать что сегодня находясь за границей за рубежом никто не застрахован от того что путин будет пытаться расправляться с ними именно используя террористические методы и они просто открывают себе дорогу любое политическое убийство которое будет совершено на западе или каких-то других странах они будут это привязывать к тому что вот они ликвидировали людей которые были связаны с терактом подмосковье ахмин халидович как вы считаете вот этот теракт в подмосковье он последний или все же кремль и путин планирует еще какие-то убийства такого вот характера и вот меня вопрос а почему именно сейчас решили спецслужбы фсб россии воплотить вот это зверство дело в том что это же не новость и вопрос первый будут конечно пока путин находится или пока есть коллективный путин россии теракты насилие и войны будут продолжаться это однозначно относительно того почему сейчас это не сейчас это уже почти 25 лет регулярно проводятся теракты и они проводятся под каждую какую-то необходимую правовую реформу или юридико правовую реформу своей собственной стране вы вспомните из начиная с 90-го года извиняюсь с двух тысячи второго с девяносто восьмого с девяносто девятого с 2002 и по сегодняшний день каждый раз когда проводился какой-то террористический акт след за этим они принимали какие-то политические решения это за как свертывание свободной прессы после нортоста как отмена региональных выборов после двух тысяч четвертого года в битслане в теракте последующем когда необходимо было ликвидировать внутренних и внешних врагов были приняты законы позволяющие это было это произошло после двух тысяч четвертого года когда зелимхан яндарбиев был взорван и тогда были задержаны российские спецслужбы и они о чем я говорил в начале нашего разговора им удалось большим трудом вытянуть их оттуда поэтому они уже 2006 году перед убийством александра литвиненко анны политковской они приняли законы позволяет первый закон уравнивающий критиков с государственными изменой изменниками и экстремистами террористами и второй закон позволяющий российским спецслужбам где бы они не находились ликвидировать врагов российского государства и сегодня за этим терактом который произошел в москве я уверен том что произойдут какие-то именно политического плана или юридика правового плана какие-то изменения они нам об этом объявить я повторюсь может быть но это как раз таки вот к вашему вопросу что за этим может последовать вы обратили внимание что песков после вот этого теракта впервые официальный официальные лица россии заговорили о войне в украине до этих пор они говорили о спецоперации или операции а сегодня сказали о войне значит война это подразумевает всеобщую мобилизацию если будут те кто попытается уклониться от всеобщей мобилизации соответствии с законом военном положении военном времени они являются государственными изменниками и дезертирами а дезертиров положено государственных изменников предатели положено им положено смертная казнь и вот сразу же сейчас вот уже заговорили в думе о том что нужно отменить мораторий на смертную казнь я думаю вот в этом ключе в этом в этом кругу и будут развиваться события после вот этого теракта да господин закаев а вот если говорить а ну да я хотел их спасить вас об мобилизации мы сказали да что будет мобилизация она и так частично объявлено и тихонько идет но я так понимаю что она будет все вот все общими все общая мобилизация будет все общая мобилизация так как уже озвучили война и теперь будет вот такой призыв всему населению российскому вставай на смертный бой на последний бой чтобы отстоять защитить свою свободу независимость суверенитет вот для этого и делается вот эти кровавые кошмарные массовые совершаются массовые убийства ксмин закая вот заходы в белгородской и курской области да там и свобода россии конечно же батальоны и чкерский есть который работает славно и горские да тоже зашли насколько это было неожиданно для кремля для путина и насколько этот батальон может разрастаться и к чему я веду да что стать полноценной армии освобождения и чкерии я да больше уделяю внимание тому что здесь формируется русский легион русский легион людей которые хотят свободы и избавиться от этого преступного режима и в то же время необходимо с ними работать с тем чтобы они освободились от этой имперской химии вот если те силы которые сегодня формируются в украине как освободительное движение россии если действительно они будут отвечать вот этим параметрам и будут требовать и будут добиваться свободы и своему русскому народу и другим колонизированным народом то это имеет имеет место она она может иметь успех на самом деле естественно мы со своей стороны чеченцы и чеченская вооруженные силы которые также возрождаются сегодня украины будут всячески их поддерживать и способствовать освобождению деимпериализации и деколонизации народов народов не только кавказа но и всего всего региона всей россии поэтому у нас есть взаимодействие а вот насколько это было неожиданно для кремля это мне сложно судить потому что они уже понимают естественно у них есть и своя разведка есть информация но вот готовы состоянии ли они защитить свою страну по всему периметру вот это вопрос ведя вот такую агрессивную войну против украины сумеют ли они защитить свою собственную территорию которая является очень огромная это самая большая страна в мире поэтому вот в этом отношении у меня есть вопросы и вот именно белгород курская область воронежская область вот эта часть россии она может стать на самом деле мощным плацдармом для национально освободительного движения россии и русских против вот этого колониальной хунты вине имперской хунты которая сегодня эксплуатирует и население этой страны и ресурсы этого государства и этой страны также хотел бы вспомнить о кадыров и потому что он долго молчала и ну и конечно же война в украине заставила немножко его молчать его бойцу потому что эти два более чем два года войны показали что террористы кадырова они не такие сильны как в тик токе да они записывают и вот когда произошел теракт в крокусе кадра вышла сказала пригрозил российским ультранационалистам что он будет с ними бороться правильно ли я понимаю что вот кадыров молчал молчал а вот когда можно своих бойцов использовать к мирному населению да тогда он готова терроризовать а вот на войне как-то не получается воевать они не умеют дело в том что я не хочу даже комментировать кадыров он не играет никакой роли не внутри политической ситуации самой россии даже в чечне он исполнитель он назначен он поставлен как руководитель оккупационного режима и все это вся его функция он будет делать то что ему говорят с кремля и не более того и заявление исходит оттуда и любое его действие оно напрямую связано с решением кремле и поэтому об говорит о нем как об отдельной субъекте об отдельном субъекте или об этой свободной личности я думаю нет смысла нам где заниматься да и хотел еще спросить о чечне господин закая насколько люди в чечне именно запуганы его властью насколько он все серьезно там держит или все-таки в какой-то момент люди ожидают да что вот кто-то что-то начнет против кадыр потому что мы понимаем что все держится на страхе дело в том что чечня она абсолютность на сегодняшний день нейтрализована в плане противостояния россии нашей истории противостояния многовекой борьбе против империи российской империи наступали периоды когда чеченцы прибегали вот инстинкту самосохранения это произошло вот последние 20 лет когда мир оставил чеченцев один на один с этим монстром и они для того чтобы выжить сгруппировались и находятся в ожидании поэтому у кадырова то что сегодня кадырову позволено делать чечне этого не было никогда никуда ни у кого у него у него у него путин и россия ему дали возможность и право делать все что угодно вот с этим населением и на этой территории поэтому понимание того что сегодня за кадыровым стоит россия и вся их имперская мощь вот это и сбивает вернее сгладила ситуацию чечне и на первую на первый план нам кажется что чечня умиротворя и это у нас как бы исторический опыт выжидать до определенного момента и в последующем уже продолжать борьбу и добиваться своих целей я уверен в том что мы переживаем вот этот очередной этап затишье перед бурей но вода и хотел также вспомнить что наверняка же и чекерцы очень хорошо помнят и знают свою историю как российская россия делала геноцид этого народа да и сотни тысяч вывозила и убивала все правильно абсолютно и у нас и память хорошая и и опыт противостояния очень очень долгий и длинный поэтому мы никто ничего не забыл и то что сегодня чеченцы находятся вместе с украинцами и стоят отражает российскую агрессию и здесь формируется с каждым днем все новые и новые подразделения это говорит о том что чеченцы не отказались не от идеи независимости не от идеи деоккупации нашей страны но все это будет решаться здесь именно на фронтах украины и поэтому все у нас все наши усилия сосредоточены и направлены для достижения победы украины над российской империи ахмед халидович все мы знаем да и учим историю что все войны оканчиваются какими-то разговорами какими-то подписями как вы считаете если шанс в российской федерации сберечь свои границы после войны в украине после того как она проиграет эту войну в украине я я абсолютно не допускаю что россия может сохраниться в тех границах которых она начинала войну против украины если это так произойдет это не будет ни победой украины не победой цивилизованного мира это будет просто отложенная война потому что россия точно так же как она это делала раньше наберется сил через несколько лет и снова начнет войну то есть они об этом они об этом публично заявляют всегда и заявляли поэтому для украинцев и для всего цивилизованного мира победа украина будет означать демонтаж идея интеграции российской империи и трансформация этой страны какое-то другое государственное образование вот это только можно назвать победа правильно ли я понимаю ахмед халидович что вот даже и моделируем ситуацию что произойдет смена путина это никак не повлияет потому что система путин эта система а не человек да и это то что выстроили и то что есть абсолютно точно я эти последние годы только это и утверждаю когда мне говорят о необходимости смены режима и российская оппозиция так называемая они все время и долгонит об этом смена режима смена режима а мы должны говорить не о смене режима а тех переменах которые должны произойти после окончания войны украине а эти перемены они должны диктоваться из принципа права народов на самоопределение и дезинтеграции вот этого территориального террористического государственного образования и только в этом случае можно говорить о полной победе и о свободе и в первую очередь русского народа и поэтому никакие другого шанса кроме как добиться дезинтеграции нету в этой войне в этом конфликте а